Говорят, что надёжней Тойоты машины нет. Давайте проверим это утверждение на примере Toyota Land Cruiser 200. Вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас вы увидите подробный обзор слабых мест легендарного внедорожника. Забегая вперёд, скажем, что технических недостатков у этого автомобиля мало и в этом заключается проблема. Если владелец слепо верит в неубиваемость крузака, то это его, то есть крузак, и убьёт. Некоторые владельцы заливают топливо любого качества, меняют масло каждые 15 тысяч километров, и это приводит к разнообразным проблемам, таким как износ двигателя и другим неприятностям, которые могут проявиться уже у следующего владельца. Итак, давайте рассматривать Toyota Land Cruiser 200 и запоминать, где нельзя экономить на сервисе. А сейчас расскажем о доступных для 200-го бензиновых двигателях. С начала продаж этот внедорожник был доступен с двигателем бензиновым объёмом 4,7 под маркировкой 2UZFE. Это легендарный мотор, история которого начинается с конца 1980-х годов. На Land Cruiser устанавливался вариант с чугунным блоком. Единственный недостаток этого мотора – это высокий расход топлива. Естественно, высокая снаряжённая масса крузака имеет к этому непосредственное отношение. Врождённых слабых мест у мотора 2UZ нет в принципе. Владелец просто не должен забывать о замене ремня ГРМ вместе с помпой каждые 150 тысяч километров. После первого обновления Land Cruiser получил бензиновый двигатель объёмом 4,6 литра. Это совершенно другой мотор. С легкосплавным блоком, цепным приводом ГРМ всё ещё атмосферный с распределённым впрыском, скованным коленвалом и шатунами. Этот двигатель тоже является миллионником, но стоит поглядывать за возможными течами антифриза из помпы системы охлаждения. Помпу обычно приходится менять каждые 80 тысяч километров. Вискомуфты вентиляторов служат по 100 тысяч километров. Ещё этот двигатель оборудован системой вторичного воздуха из-за поломки клапанов, который двигатель уходит в аварийный режим с ошибкой 2442. Эти проблемы решали по гарантии. На Toyota Land Cruiser, у которых пробег более 100 тысяч километров, скорее всего, компоненты этой системы удалены. Новые клапаны стоят 120 и 190 долларов. Ещё есть случаи растрескивания впускного коллектора и поломки заслонки, изменения его геометрии, но ни к чему плохому это не приводит. В остальном всё хорошо, цепной привод ГРМ потребует замены после 300 тысяч километров. При больших пробегах есть вероятность подтекания антифриза по прокладкам ГБЦ наружу, но эта неприятность, скорее всего, связана с локальным перегревом двигателя. Просто меняйте масло в 4,6-литровом один у RFE каждые 10 тысяч километров, на замену уйдёт примерно 8 литров масла. И не жалейте срез на снятие и промывку радиаторов раз в несколько лет. Самый популярный двигатель под капотами Toyota Land Cruiser – это, конечно же, дизельный. Все годы производства 200-й крузак был доступен с битурбированным V8 объёмом 4,5 литра. Это первый тойотовский дизельный V8 с обозначением 1WD-FTV. У этого двигателя чугунный блок, цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы. А также у этого двигателя есть один ремонтный размер вкладышей, а вот оригинальных ремонтных поршней и колец нет. И это действительно долговечный надёжный двигатель, служит не менее 500 тысяч километров при условии нормального обслуживания и штатной прошивки ВБУ. Что же такое нормальное обслуживание для двигателя Land Cruiser? Это замена масла каждые 5 тысяч километров. На замену уйдёт примерно 9,5 литров масла и оригинальный фильтр обойдётся в 7 долларов. Также настоятельно рекомендуется чистка радиаторов охлаждения раз в несколько лет. То есть радиатора, двигателя, интеркулера, охладителя АКПП и теплообменника кондиционера вместе с ними. Угробить дизельный V8 просто нужно доверить замену масла неквалифицированному механику, который снимет крышку масляного фильтра и выкинет оттуда втулку, установит новый фильтр и прикрутит обратно. После этого мотор через несколько десятков километров стуканёт, фильтр деформируется и перестаёт пропускать масло. Такие случаи действительно были. Ещё дизельный двигатель Toyota 1WD имел склонность к расходу масла на дорестайлинговых двухсотых крузаках. Чтобы решить эту проблему, по гарантии меняли вакуумный насос и маслоотделитель. Но лишь тогда, когда жор масла достигал одного литра на тысячу километров. Поэтому были случаи, когда моторы погибали, успев употребить почти все 9 литров масла. Топливная система Denso с насосом HP-4 в целом ресурсная. Выходы из строя ТНВД единичны. Форсунки могут попроситься на замену при пробеге более 250 тысяч километров. Форсунка Denso одна стоит 530 долларов. Именно сольющими форсунками Denso связывают оплавление поршней этих двигателей и разрушение поршневых колец. Да, действительно, встречаются Toyota Land Cruiser 200 с подозрительным стуком и сниженной компрессией в одном из цилиндров. Также бывают случаи заклинивания мотора из-за прихвата перегретого поршня. В общем, лучше при пробеге в 250 тысяч километров снять форсунки, проверить и отремонтировать. Также не стоит увлекаться сомнительным чип-тюнингом и неквалифицированной отшивкой EGR. Это может привести к капремонту с перегильзовкой одного из цилиндров. А вообще, при должном уходе Toyota V8 входит более полумиллиона километров. Даже цепи ГРМ служат более 400 тысяч километров. Спереди, справа, за колесной аркой на кронштейне находятся два блока управления турбокомпрессорами. Блоки, конечно, герметичны, но со временем влага попадает через подсохший герметик к электронным схемам блока. Они намокают. Это иногда случается после проезда глубоких луж или бродов. Если блоки намокли, то на панели приборов загорится чек-энжин, мигает follow и двигатель не раскручивается свыше 2500 оборотов. Сканер выявит ошибки по турбонаддуву P0046, P0047 и другие. Обычно намокшие блоки не удается восстановить. Приходится покупать БУ-блоки либо же новые по $460 за штуку. Чтобы блоки не намокли, их нужно перенести наверх и установить между крылом и аккумулятором. Штатной проводки по длине хватит. Всех двухсотых Land Cruiser связывает проблема с неисправностью датчика уровня топлива. Из-за того, что он начинает врать, это приводит к опустошению топливного бака. Двигатели, естественно, в этом случае не заводятся и ничто не указывает на то, что топлива в баке нет. Специалисты рекомендуют превентивно менять этот датчик при пробеге в 200 000 км или ранее. Эта процедура связана со снятием топливного бака. Toyota Land Cruiser 200 оснащен только автоматическими трансмиссиями. В паре с дизельным мотором и новым 1УР трудится шестиступенчатая КПП Aisin AB60F. Оба варианта трансмиссий чрезвычайно надёжны и долговечны. Для беспроблемной эксплуатации меняйте в них масло. Каждые 60 000 км, естественно, масло и фильтр. В трансмиссии AB60F очень важно правильно выставить уровень масла. А если в слитом масле много фрикционного осадка, а в поддоне присутствуют продукты износа, то лучше превентивно отремонтировать гидротрансформатор. Чтобы не иметь проблем с электроникой при эксплуатации Toyota Land Cruiser с люком, то нужно чистить дренажные трубки этого люка. Их всего 4 штуки. Если трубки закупориваются, то вода течёт мимо них по передним стойкам крыши. Вода наливается на коврики, но перед этим пропитывает контактные группы, которые находятся в передней части порога и в нижней части передних стоек. Из-за влаги в этих контактах хаотично включаются подогревы сидений, а также бывают проблемы с иммобилайзером. Ещё из-за воды может выйти из строя кнопка замка двери багажника. У неё слабый уплотнитель, поэтому после прицельного попадания струи на мойке вода просачивается контактом. Плохо срабатывающую кнопку можно осушить и почистить. Новая же, оригинальная, обойдётся в $170. Есть заменители, которые в 5 раз дешевле. Ну а если на Land Cruiser запотели фары, то надо переклеить их плафоны. Со временем герметик рассыхается и начинает пропускать влагу. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы и продаём с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл? Обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. Тормозная система Land Cruiser во всех смыслах – слабое звено. Если на «Крузак» пересаживается человек, который до этого не имел опыта управления этим автомобилем, то он будет в шоке от тормозов. Тормозов у «Крузака» нет. А буквально при первом экстренном торможении тормозная система перегреется, то есть диски деформируются и появится биение при торможении. К тому же передние четырёхпоршневые суппорты нуждаются в переборке каждые 40 000 км. К этому времени направляющие и поршни суппортов ржавеют и начинают плохо работать. Это проявляется в неравномерном износе колодок и дисков, а также снижается эффективность торможения. Задние тормозные суппорты однопоршневые и тоже нуждаются регулярно в смазке и очистке. В целом же колодки ходят примерно 20 000 км, диски – 50 000 км. Многие владельцы Land Cruiser устанавливают более эффективные тормоза. Но проблема в том, что их стоимость от 4 000 долларов и более. На Land Cruiser первые нормальные тормоза появились в 2015 году на первой рестайлинговой версии. Можно установить их. Также подойдут тормозные механизмы от Toyota Tundra. Ну а тормозные механизмы от специализированных неоригинальных производителей в основном подойдут для 18-дюймовых дисков. Карданы Land Cruiser 200 обслуживаемые, то есть оснащены пресс-масленками. Шприцевать крестовины надо каждые 10 000 км. Если карданы давно не обслуживались, то это проявится в пинках при езде. Износ крестовин, которые давно не шприцевали, проявляется после внедорожных покатушек либо после долгого буксования. Рулевая рейка 200 служит не менее 200 000 км. А вот нижний карданчик рулевого вала может пострадать от коррозии, вызванной влагой и реагентами. В итоге крестовина вала будет заедать или постукивать. Также могут износиться шлицы вала. Нижняя часть рулевого вала с карданчиком стоит примерно 170 долларов, то есть она продаётся отдельно. Подвеска Land Cruiser очень надёжна и не сыплется при внедорожной и при асфальтовой эксплуатации. Все её элементы внушают доверие и имеют большой запас прочности. Единственный расходник – это втулки стабилизатора, которые служат в среднем 50 000 км. Все остальные элементы подвески способны до замены пройти более 200 000 км. Передние колёса подвешены на двух поперечных рычагах. Нижний обойдётся в 290 долларов, верхний – в 220 долларов. По оригиналу есть много дешёвых заменителей. Сайлинблоки, как оригинальные, так и от сторонних производителей, продаются отдельно. А вот шаровая опора идёт по оригиналу вместе с рычагом. Некоторые производители предлагают её отдельно. Задняя подвеска 200-го зависимая. Здесь на пружинах подвешен мост. Его положение фиксируется простыми рычагами – по три на каждую сторону. Стоимость каждого – от 90 до 130 долларов. Большинство Land Cruiser оснащены пассивной пружинной подвеской. Но на машинах в топ-комплектациях с 2013 и с 2016 года на официально проданных в «Таможенном Союзе» встречается гидроподвеска. Она регулирует дорожный просвет, обладает тойотовской надёжностью. Но иногда могут выйти из строя датчики положения кузова из-за грязи и коррозии. Toyota Land Cruiser 200 оснащён системой с управляемыми гидравлическими стойками стабилизаторов. То есть по левой стороне кузова вместо обычных тяг-стабилизаторов используются гидроцилиндры. Смысл системы в том, что на асфальте она помогает уменьшить крены кузова, а на бездорожье максимально распускает стабилизаторы, чтобы до предела увеличить возможность скрещивания осей. Система надёжная, но есть особенности. После замены втулок стабилизатора надо выполнить регулировку положения кузова. Для этого надо на 2-3 оборота открутить клапаны отсечки, которые находятся на блоке на левом лонжероне. И тут владельца или автомеханика может постичь неудача. Блок KDSS, хотя и прикрыт кожухами, но загрязняется и корродирует. Винты, которые надо приоткрутить, крохотные шестигранники на пять и нередко грани срывают. И поэтому эти винты надо будет творчески выкручивать. Если их выкрутить совсем, то из системы вытечет вся гидравлическая жидкость. Её придётся наполнять с помощью специального оборудования и выставлять давление в системе 2,9 бара. Иногда Land Cruisers KDSS может наклониться на бок. В этом случае надо расположить автомобиль на горизонтальной поверхности и отвернуть эти клапаны на 2-3 оборота, а затем буквально покачать Land Cruiser за кузов. Он должен выровняться. Для контроля просто измеряют расстояние между колёсами и арками. Как вы поняли, в ходе этой процедуры можно также столкнуться с проворачиванием граней шестигранников. А вот если из блока KDSS сочится масло, то тогда выровнять Land Cruiser таким способом не получится. Придётся заправлять систему. Новый блок KDSS стоит 1150 долларов. Есть предложения по бэушке, но лучше всеми способами защитить этот блок от грязи и коррозии, потому что от внешнего воздействия страдают электронные элементы блока, которые не всегда поддаются восстановлению. Ржавчина – это актуальная тема для любого рамного внедорожника. Его днище сложно полностью прикрыть пластиком, а шасси и раму на заводе просто красят, поэтому с годами изнанка этих машин обретает красно-чёрную палитру. Чтобы не было серьёзных очагов коррозии, надо хотя бы раз в год промывать раму через технологические отверстия. Ну а для борьбы с коррозией поможет ингибиторный антикор, который нужно ежегодно обновлять. Некоторые владельцы ставят пластиковые локеры в колёсные арки. В целом Land Cruiser оправдывает легенды о надёжности Toyota. Цены на вторичном рынке и спрос на эти автомобили это подтверждают. Владельцы не хотят с ними расставаться, ну а многие люди хотят их приобрести. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие чёткие и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, оставьте комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда было есть и будет компания «АвтоСтронг».